Спасибо большое. Кто пустил? Я пустил. Сколько? Сколько ты дед с Барадовым, как директор театра? Запросил нас и всё. У подятку за ваши концерты, да? Нарисовала специально свои веснушки такие, да? Ну да, нарисовала. Этот проект вот с дитяшей музычной школой номер один, который у нас наладился в этом сезоне, я лечу вельми важным для театра, для нашего глядача. Не вельми хочется, и мы там робим полные кроки, вот отчинили это великое привожье фолье. Дети вам подобаются туда? Я хочу, чтобы оно наполнялось и жить всём. Хочу выразить слова благодарности и огромной признательности директору нашего замечательного театра, потому что он совершил, я считаю, прорыв в наше время, когда всё настолько тяжело, когда весь бюджет, в общем-то, достаточно стеснённых обстоятельств находится, он совершенно бесплатно, безвозмездно предоставил нашим детям возможность играть в этом театре. Он инициировал, он одобрил, и он оказал нам большое-большое доверие, потому что, в общем-то, он пошёл на риск. Никто не знал, он никого не слушал до этого, он не требовал никаких званий, не регалий этих детей. Но вот прошёл первый концерт, а их прошло уже десять, за апрель-май, и, в общем-то, я уверена, что и зрителям нравится, по одобрению публики, конечно, мы это наблюдаем, потому что заполняемость театра практически стопроцентная, и за то время, пока дети играют, здесь очень много людей проходит. И детям очень комфортно выступать. Во-первых, здесь нет такого выхода на сцену, когда тишина в зале 200 человек, и бедный ребёнок теряется, он боится, все мы боимся, нам очень всегда страшно, это не так просто выйти, когда на тебя смотрят 200 пар глаз, и начать что-то играть. А здесь всё достаточно комфортно, ребёнок находится в такой очень ситуации спокойной для него, да, и располагающей, и он действительно начинает творить. Это позволяет избавиться от страха публичных выступлений, и также, конечно же, это улучшает навыки исполнительские, так как систематическая игра помогает очень повысить свои пенсические способности. Я вельми рады, потому что у гэтым залог нашага культурнага жыцца, театра и города, мы все разом выховываем Глядачова. Сталося так, как театр, люди шли и ведали, что тут завсёды что-нибудь отбывается, и им будет завсёды текать. Этот театр для меня стал одной из новых ступеней, ступенькой к миру искусств. Мы очень хотим дальше взаимодействовать с театром, мы очень надеемся, что директор театра Валерий Данилович нам в этом не откажет, и что это будет не последний и не окончательный вот в таком виде проект, который он существует. То есть в том плане, что дети просто будут играть до спектакля и во время антракта. Мы надеемся, что, может быть, детей привлекут в какие-то студии, может быть, а может быть, кто-то из них в результате полюбит театр до такой степени, что останется в этих стенах и пойдёт в эту область. Ведь мы, в конце концов, и музыканты, и актёры, и художники, и танцоры, мы все представляем одну область — искусство. И самое главное, что здесь есть, это то, что наши дети сегодня нас же учат любить это искусство. АПЛОДИСМЕНТЫ